Всем привет, меня зовут Маша, я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня будет парфюмерное видео, я хочу рассказать вам о своих любимых весенних ароматах. Я их подобрала 10, здесь будут ароматы как из люксового сегмента, один нишевый и несколько бюджетных. И давайте начнем, как правило в это время года хочется что-то такое нежное, женственное, цветочное, именно такие я постаралась подобрать. Итак, первый аромат это Linter D от Givenchy, такой вот красивый флакончик, полностью стеклянный, красивый, качественно выполнен. У меня 80 мл, это по-моему максимальный объем. И это у меня версия туалетной воды, также есть версия Intense, ну соответственно парфюмерная вода, есть концентрация. Фланкер Rouge, который относительно недавно, по-моему он последний, который вышел в таком красном флаконе. Но мне больше всего нравится туалетная вода, мне кажется она более такая шлейфовая, летящая, такая воздушная. И именно поэтому я выбрала ее. И это аромат очень яркий, насыщенный, жизнерадостный, но при этом довольно-таки сдержанный и элегантный. В этом аромате в первых нотах заявлен мак. Но если честно, я вообще не знаю, как пахнет мак. Для меня это аромат, где главенствует ее величество тубероза. И она здесь слышится как виноград. То есть она бывает, приобретает различные оттенки, так сказать. Иногда она бывает такой хищный, прямо-таки душит. Иногда она такую земляничность передает. Но лично вот в Линтерде я слышу виноград. Такой вот красивый, сочный виноград Изабелла. Но он не терпкий и такой вот тяжелый, а он скорее такой сладкий и со свежинкой. Аромат очень нежный, тонкий, женственный. Но при этом он достаточно насыщенный. Он безумно стойкий, он долго держится на коже и у него огроменный шлейф. Аромат, который действительно замечают. И он неимоверно красив. Мне он очень нравится. И мне кажется, это просто отличный вариант на весну. Следующий аромат, о котором я хочу рассказать, будет из бюджетной категории достаточно. Это вот такой вот красивый, милый флакончик. Это Бруно Банани. Аромат называется Pio Woman. Я не знаю, почему о нем так мало говорят. Почему он достаточно как-то мало о нем рассказывает. Мне он очень нравится. Я с ним познакомилась весной. По-моему, это был 2016 год. Да, точно. Потому что я тогда была беременна. И я подбирала подарок своей маме на 8 марта. И мы с ней вместе были. И, в общем-то, ей понравился этот. Именно тогда я его и послушала. И сначала он мне показался довольно-таки обычным. Таким проходным. Каких много. Но на самом деле, когда я стала чувствовать от мамы этот шлейф, когда она начала им пользоваться, я поняла, что я просто влюбляюсь в него. И он мне так нравится. Несмотря на свою такую простоту, он на самом деле очень женственный. Это аромат про цветы. Про какую-то большую охапку цветов. Таких вот нежных, весенних. Но при этом здесь есть еще и фрукты. Здесь есть черная смородина. Здесь есть фрезия. И все это очень красиво так сплетено. И он одновременно такой вроде бы девчачий, несерьезный. Но при этом есть в нем и какая-то такая загадка, и женственность. И несмотря на свою довольно-таки бюджетную стоимость, он очень стойкий. У него есть шлейф где-то на расстоянии вытянутой руки. И он безумно приятный. Это, кстати говоря, у меня уже, по-моему, второй флакончик. Здесь 20 мл. Еще есть 40 мл. Вот у меня предыдущий, по-моему, был на 40 мл. И такой вот незамысловатый, но при этом очень-очень достойный аромат. Следующий аромат, о котором почему-то тоже мало говорят, это Girls Can Say Anything от Zadika & Voltaire. Это фланкер. Его флагман называется Girls Can Do Anything. То есть девочки могут делать все, что угодно. А тут девочки могут говорить все, что угодно. И также есть у них последний, который вышел. Girls Can Be Crazy. И мне нравится больше всего этот. Он одновременно и женственный, и такой сладко-цветочный, но при этом такой игривый и дерзкий. Здесь присутствуют цветы. Заявлены здесь в нотах пион. И я тут, конечно, подготовилась и все ноты выписала. Ирис и пион. И также здесь сладость обеспечивается при помощи бобов тонко и ванили. Но при этом он сладкий, но не приторный абсолютно. Здесь присутствует в нотах папоротник, который придает такую небольшую свежинку. И аромат непростой, как может показаться. Да, он такой цветочный, амброво-мускусный. Но при этом в нем есть очень интересная нота. Я не знаю, за счет чего она достигается. Мне здесь слышится Coca-Cola. Реально такая вот нота кока-кольности. И вот, кстати, в последнем их фланкере, который Girls Can Be Crazy, там именно заявлено ото Coca-Cola. Но я здесь ее чувствую более отчетливо даже, чем именно в том экземпляре. И вот это вот необычное звучание очень здорово раскрывается на коже. И аромат очень стойкий. Он долго держится. От него есть шлейф и он комплиментарный. Поэтому он мне безумно нравится. Особенно весной. И также здесь интересный флакончик в виде такой вот, не знаю, фляжки, бутылочки. И здесь крышечка, насколько я помню, читала про это в виде деталей от мотоцикла. И вот эта вот этикеточка здесь как бы под кожу сделана. То есть она прям такая тактильно так ощущается. В общем, замечательный аромат. Мне нравится. У меня максимальный объем, несмотря на то, что он кажется таким маленьким. Это на самом деле, по-моему, 90 миллилитров. Да, здесь максимальный объем. Следующий аромат. Это идиль от Герлен. Также очень популярный аромат. Можно сказать, классика на все времена. У меня еще в старом флакончике в виде такой вот капли. Потому что потом они уже несколько раз свои флаконы переделали. То в флакончике с такими пчелками. То сейчас вот в виде вот этих их платьев, которые вот герленовские, эти знаменитые платья. Вот у них сейчас все в таких флакончиках, насколько я знаю. Но мне больше нравится именно вот такой вот старый их флакон. И у меня это, кстати, 50 миллилитров. И это аромат просто чудесный. Аромат универсальный, который подойдет на все случаи жизни. Он настолько тонкий, нежный, воздушный. Такой вот приятный аромат про белые цветы. Такое ощущение, как будто это просто огромная охапка пионов, жасмина, ландышей, сиреней, черемухи. В общем, таких вот разных весенних или начала летнего сезона цветов. И вот представляется такое утро, когда еще на траве роса. И такие белоснежные занавески на окнах висят. И вот эта вот свежесть. И в хрустальной вазе, в чистейшей воде стоят вот эти вот цветы прекрасные. И издает вот этот вот свой чудесный аромат. И вот что-то такое представляется. Такое нежное, чистое, приятное, воздушное. И аромат, который подойдет, мне кажется, любому возрасту. И не только на весну, просто вот идет такая ассоциация с весной, с какой-то капелью, с первым расцветением. Когда весна, когда природа просыпается. И все вот это начинает расцветать. И издавать такие вот неимоверно красивые запахи. И вот что-то такое вот у меня идет ассоциация с этим ароматом. Такая вот действительно классика на все времена, на все возраста. И, конечно же, у него есть стойкость. Она, кстати, не очень прям большая. Скорее, это вот вы будете в таком приятном вот шлейфе своего этого аромата. Он, скорее, даже такой аромат для себя. Немножко интимный, но при этом заметный. В общем, просто потрясающий аромат. Следующий аромат называется Madame in Love от Larive. Это очень бюджетный аромат, который стоит порядка 600 рублей на Wildberries. Я его в свое время еще дешевле покупала на Makeup Store. К сожалению, сейчас пока там мы не можем заказывать. И я его уже половину практически использовала. И если вы не знаете, Larive это такая польская парфюмерия. У меня несколько есть экземпляров от этой марки. И практически все они мне нравятся. И вот это один из них. Очень достойный аромат. И они практически все повторяют какие-то очень известные ароматы. Так сказать, вдохновляются ими. И вот этот вот не исключение, он похож на аромат Flora от Gucci. Я очень люблю этот аромат. И я с ним замечательно знакома, очень близко. Потому что у меня был целый флакон. И это мой свадебный аромат, который я использовала на свою свадьбу. И я одно время просто безумно его любила. И, в общем-то, истратив весь флакон, я вот случайно наткнулась на эту марку. И в том числе на этот вот прекрасный флакончик. И, знаете, не могу сказать, что он меня полностью заменил Flora. Но они действительно похожи. Конечно, в оригинале там такое богатое раскрытие. Там такая многогранность. Там объемный шлейф. Там пирамида раскрывается. Здесь более такое монотонное звучание. Немножко плосковато звучит. Но, тем не менее, он очень и очень неплох. И, в принципе, он может заменить флору. Если вы не очень прям, вот, то, знаете, так критично относитесь вот к этому. Я, в принципе, нормально. И поэтому мне вполне его достаточно. Но, если вы не знаете, как пахнет флора от Gucci, то расскажу, что это такой цветочно-пудровый сладковатый аромат. Но сладость здесь ни в коем случае не приперная, не кондитерская. Это именно, скорее, такая цветочная, нежная сладость. Аромат такой, который тоже подойдет на все случаи жизни. Который большинству понравится. Он не будет душить. Тем более, вот, именно в версии вот Madame in Love. То есть, это такая немножко, как будто вот эту вот флору немножко разбавили, так сказать. Но, тем не менее, здесь есть стойкость. Часа четыре. Ну, шлейф, конечно, он такой, знаете, совсем-совсем небольшой. Но могу сказать, что я его брала на отдых летом. И вот он в жару совсем не душил. То есть, он такой, знаете, легкий, воздушный, приятный. Такой, который не будет вам мешать. И если вы любите флору, то обязательно он вам тоже понравится. Также здесь есть такая небольшая цитрусовая нотка, которая вот придает такую свежинку. Поэтому его спокойно можно использовать не только весной, но и летом. Что, собственно, я и делала. Следующий аромат будет из категории ниши. Это в таком вот мешочке. Это аромат Mancera, который называется Indian Dream. В таком вот он красивом флакончике градиентном. От розового к такому желтоватому. У меня 60 мл. Крышечка здесь откручивается. И это потрясающий, необычный, яркий, женственный, элегантный аромат. У которого настолько богатое, нетривиальное звучание. И все, кто у меня когда-либо покупали от Levante, он никого не оставил равнодушным. Он всем понравился. Он отличается от всех Montale и Mancera абсолютно. Это такое звучание, которое не похоже ни на что. Здесь в верхних нотах заявлена герань. И действительно, вот на старте слышится она. Вот та самая горшочная герань, которая на подоконнике у многих растет. Но она очень быстро уходит. То есть небольшая такая, как будто горчинка чувствуется. Потом появляется гелиотроп, который придает сладости. Но опять-таки, это никакая не кондитерская, не ванильная, не бритерная сладость. Это именно такая цветочная, красивая сладость. И также из цветов здесь есть роза и жасмин, но они не звучат отдельными нотами. Они вот такую целостность передают этой композиции парфюмерной. И вообще все ноты здесь как-то вот цельно звучат. Аромат такой вот слаженный, такой политкорректный. Никакая нота не выбивается, не душит. Он абсолютно такая женственность во флаконе. И называется он Indian Dream, то есть можно подумать, что... Ну, то есть индийская мечта. Можно подумать, что это какой-то аромат пряный, восточный, там, специевый. Ну, то, что для нас ассоциируется, в общем-то, Индия. Но на самом деле этот аромат посвящен индийскому празднику Холи, который провозглашает приход весны. Поэтому, собственно, он так назван. И действительно, это вот прям такая весна. И, ну, он просто великолепный аромат, шикарный. И я вам очень рекомендую его попробовать. У него такой шлейф, такой тонкий, такой нежный. И вот он просто очень заметный и необычный. Вот прям очень его люблю. Следующий аромат в таком вот очень прикольном флаконе – это Moschino Fresh Couture Gold. Это фланкер знаменитого аромата Fresh Couture, который в таком вот флакончике в виде стеклоочистителя, в голубом, который я постоянно обходила стороной. Мне совершенно не нравился ни сам флакон. Также я послушала аромат тогда. Он действительно пах, как стеклоочиститель, как-то химозный, неприятно. И, собственно, больше я к этим ароматам не подходила. Есть еще розовая версия. Она, кстати говоря, тоже у меня есть. И пока я не услышала парфюмерных блогеров, как они нахваливают этот аромат, что он прямо-таки пахнет так неизбито, так не банально. Прям вот нишевая парфюмерия в таком вот смешном флаконе. Ну, кстати говоря, вот в золотом цвете он смотрится более симпатичный, чем вот как раз-таки флагман в голубом этом флаконе. И было бы прикольнее, если бы он нажимался именно вот так вот. Но на самом деле это только крышечка. И это аромат, когда я его услышала, кстати говоря, заказала его все-таки вслепую. Настолько мой интерес был повышен к нему. И я вообще ни капли не разочаровалась. А наоборот, я просто влюбилась в него. Он настолько необычный. Это аромат сочный, насыщенный, яркий, жизнерадостный. Здесь груша, манго, персик. И все это, ваниль тут есть. И все это как будто бы с такими специями с перчиком. То есть вот реально как будто взяли эти фрукты, нарезали, из них прям брыжет сок, они такие сочные. И взяли и посыпали их перцем. Действительно здесь чувствуется такая вот перчинка. Очень приятная, необычная. И это настолько классно. И подойдет, это очень-очень повышает настроение, во-первых. И подойдет и для весны, и для лета. Но для, например, жаркого лета будет тяжеловат. Потому что, ну, действительно, очень его много. Он настолько стойкий. Он реально один из самых стойких ароматов в моей коллекции. Неожиданно. Но это так. Вообще, я никогда бы не подумала, что это может быть москина, да еще в таком флаконе. Потому что, ну, аромат абсолютный, индивидуален и аутентичен. Потому что, ну, он действительно классный. Я вам очень-очень рекомендую его попробовать. У меня часто заказывают его от Левант. И те, кто пробует, также остаются абсолютно довольны. И вот, ну, действительно, так вот необычно и классно он звучит. Следующий аромат из бюджетной категории. Он у меня, кстати говоря, в коробочке почему-то сохранен. Это Precious Pink от Sergio Tachini. У меня 30 мл. Такой небольшой флакончик. Очень-очень простенький флакончик. Вообще, вот, знаете, такой вот простой. Ну, не особо приметненький. Мне, кстати говоря, его дарили, по-моему, на 8 марта даже. Это, знаете, такой аромат, да, он проходной. Таких много. И это просто такие цветочки, фруктики, немножко мускуса. И вот он такой нежненный, пудровый. Вот такой вот женственный, девчачий в чем-то. И, ну, стойкости у него не особо много. Но на самом деле очень приятный. Он подойдет в офис, на прогулку. Вообще, он не требует какого-то там дресс-кода. Такой вот сладковатенький. И ничего особенного, но при этом очень приятный и нежный. Если вы любите такие ароматы, которые не особо прям кричат, я бы сказала, вообще не кричат, а просто вот сидят так близко к коже и просто доставляют вам приятное такое вот удовольствие, такая вот несут в себе такую нежность, то это вот для вас. И, по-моему, он продается в магнит-косметик, если не ошибаюсь. И стоит очень-очень бюджетно. Такая вот приятная нежность. Очень, кстати говоря, подходит ему вот этот флакончик. Такой вот, да, прозрачный, с такой вот крышечкой розовенькой. Такая вот прелесть. Вот. Так что, если вам нужен такой вот универсальный аромат, недорогой, то могу его с удовольствием посоветовать. Следующий аромат это Amo Ferragamo от Salvatore Ferragamo. В очень красивом флаконе, от такого сиреневого к золотистому. Такие как будто металлические элементы здесь. У меня это, кстати говоря, 100 мл, максимальный объем. И это очень красивый, радостный, искристый аромат, очень яркий. И здесь в верхних нотах заявлена необычная такая составляющая, как Campari. Campari это такой коктейль на основе трав, фруктов и пряностей. И действительно он чувствуется. Такая небольшая даже алкогольная нотка есть. И все, что вот заявлено в этом коктейле, действительно присутствует. И такое ощущение, как будто туда добавили еще сахарный сироп и горсть черной смородины, которая вот всю эту сладость немножко разбавила и добавила небольшую кислинку. Именно поэтому он не скатился в такой вот сладкий какой-то компотообразный аромат. И также потом в базе остается небольшой такой ванильно-пудровый аккорд. И вот он чувствуется потом на протяжении всего, пока этот аромат чувствуется. То есть такая вот сладко-ванильная база на какой-то древесной подложке. Вот этот вот компарио он уходит, но вот эта вот такая нежная теплая база остается и такое приятное послевкусие после себя оставляет. Очень-очень приятный нежный аромат. Абсолютно подойдет на весну. И последний аромат. Вот тут вот он у меня лежит. Немногие на самом деле знают эту марку. Это Мирана Парфюмс, арабская парфюмерия. Я очень люблю эту марку и у меня много ароматов от нее. И вот конкретно это, это Moon White. Это, кстати говоря, у меня уже второй флакон. Осталось его половином. Первый у меня распили практически сразу же. И очень многие заказывали полноразмерные флаконы. По-моему, 3 или 4 человека после того, как попробовали этот аромат. И я понимаю, почему. Это аромат, который абсолютный аналог знаменитого нишевого аромата от Парфюмс де Морли, который называется Делина. Аромат на тему розы, пиона, красивых таких цветов в обрамлении взрывного личи. Такого сочного, яркого, экзотического личи. И также здесь добавляется ревень, что как бы охлаждает всю эту парфюмерную композицию. Аромат весны, такой вот яркий, насыщенный, цветущий. Уже такой, знаете, этот аромат больше для мая подходящий. Когда уже тепло, но еще есть такой прохладный ветерок. И вот этот аромат будет как нельзя кстати. То есть это как будто такой цветущий сад. Но при этом он не будет душить за счет того, что здесь есть вот этот вот ревень. За счет того, что есть сочный личи. И поэтому я вот его просто обожаю. Его стойкость, она вообще неимоверная. Она вообще никогда не заканчивается. Волосы будут пахнуть точно, пока вы их не помоете. И одежда, пока вы не постираете. Поэтому я рекомендую, если вдруг вы будете им пользоваться. Использую очень дозированно. И он на основе масла, этот аромат, поэтому может оставлять масляные следы. И поэтому с ним тоже очень аккуратно. Но это прям любимчик очень многих. И для многих становится парфюмерным я. Вот, безумно его люблю. Я его сняла с распива, потому что сейчас-то марка тоже очень сильно подорожала, как и многие ароматы. И поэтому я вот его оставила только в личное свое использование. Вот такие вот были у меня ароматы. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. Пишите, какие ваши любимые весенние ароматы. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!